МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, уважаемые телезрители! Доброе утро, уважаемые жители республики, мы будем работать в прямом эфире в течение 1 часа 15 минут. Также по линии ВКС с нами сегодня работают руководители структурных подразделений, подведомственных учреждений, тех министерств, которые курирует заместитель председатель правительства Михаил Викторович Никифоров. И сегодня мы будем говорить о работе за прошлый год в планах развития села, аграрном секторе, традиционных отраслях, развитии Арктики, предпринимательства и туризма, торговли, общественного питания и ветеринарий. Надеемся, что во время эфира все жители республики смогут задать интересующие вопросы и, самое главное, получить исчерпывающий детальный ответ от руководителей республиканских органов власти. У нас работает колл-центр и наш корреспондент Любовь Гоголева на прямой связи. Доброе утро, участники эфира, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы принимаем вопросы и предложения по номеру телефона 3201-11, код города Якутска 4112. Качество жизни на селе и арктических территориях, государственная поддержка аграрьев и предпринимателей это актуальные для нас с вами стороны жизни и волнуют всех. Поэтому мы надеемся на живой обмен мнениями. Можете озвучить свои вопросы на русском и якутском языках. Более актуальные будут озвучены во время прямого эфира. Дмитрий. Спасибо, коллега. И напоминаю, что наша программа выходит в прямом эфире телеканалов НВК Саха, Якутия 24 и республиканского радио ТЭТИ. Итак, мы начинаем нашу работу. И в начале первого блока мы предлагаем посмотреть видеосюжет, подготовленный нашими коллегами об итогах года по курируемым отраслям зампреда правительства республики Михаила Никифорова. Внимание на экран. Несмотря на сложный год, в агропромышленном комплексе отмечаются положительные тенденции. Объем производства сельхозпродукции составил 27 миллиардов рублей. Введен новый механизм господдержки. Субсидия в размере 35 тысяч рублей за каждую корову. Выросла ставка субсидии на молоко. Увеличивается поголовье крупного рогатого скота, лошадей, оленей, сеней и птиц. Заготовлено 60 тысяч тонн сырого молока. Увеличилось поголовье якутского скота и достигло более 2000 голов. В трех улусах введены новые коровники для разведения якутского скота. 506 миллионов направлено на субсидии и гранты для поддержки тружеников села, молодым фермерам, малому и среднему бизнесу на селе, коневодам, животноводам, оленеводам и пищекомбинатам. 275 миллионов выдано займами сельхозтоваропроизводителям на расширение производства. План по завозу продовольствия в арктические и северные районы выполнен в полном объеме. По программе комплексное развитие сельских территорий введены 7 внутрипоселковых газовых сетей. Завершено строительство школы-садов в Чуропчинском, спортивно-здоровительного комплекса в Сунтарском, детского сада в Хангаласском, Улусах. Введены жилые дома для молодых специалистов в Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском, Улусах. Комплексная застройка жилого квартала Сайды на 32 участка завершена в Чуропчинском, Улусе. А в Намском, Улусе стартовал крупный проект на 50 домов. Созданы торгово-логистические центры в Абыйском и Устьянском районах. Осуществлено два раза больше зеленых рейсов, чем предыдущие годы. Началось новое промышленное освоение янской группы улусов. Это разработка крупнейшего месторождения золота «Кючуз» и оловянного концентрата «Ручей Теряхтях». Строится участок дороги Яна, который соединит Верхоянский район с Центральной Якутией. Ликвидируется хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики. Тикси стартовал федеральный проект «Чистая Арктика». Вывезено 300 тонн металлолома. В Среднеколымском и Абыйском районах введены врачебные амбулатории. Школа-сад в Оленёкском. Детский сад в Нижнеколымском. Культурно-спортивный комплекс в Верхнеколымском районах. Завершены прокладка ВОЛС в Оленёкском районе и реконструкция аэропортового комплекса в Жиганске. Расширена программа субсидирования авиабилетов между Арктической зоной и Якутском. Утверждена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Северо-Якутии до 1935 года. На федеральном уровне поддержана инициатива республики «Проект Дети Арктики». Впервые за историю республики количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 100-тысячный порог. А число социальных предпринимателей возросло в два раза. Выдано льготных займов на 325 миллионов рублей. Общий объём кредитов, выданных под поручительство, составил 1 миллиард 800 миллионов рублей. Подписано 23 экспортных контракта на сумму более 5 миллионов 500 тысяч долларов США. Более 33 тысяч консультаций проведено центрами «Мой бизнес». Центры дополнительно открылись в четырёх районах. Особое внимание уделяется развитию туризма. Маршруты «Открой неизведанную Якутию», «Активный тур» и «Дыхание северной земли», «Путешествия на поле с холода» вошли в топ-30 лучших маршрутов. По итогам прошлого года туристский поток составил 115 тысяч человек. Эпизоотическая ситуация по республике стабильная. Зарегистрировано 35 неблагополучных пунктов, в них установлен карантин. Исследования проводятся в 27 ветеринарно-испытательных лабораториях. Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» позволила отслеживать продукты питания на всей цепи производства и перемещения до точки реализации. 60 миллионов рублей направлено муниципалитетом на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. Спасибо нашим коллегам. Михаил Викторович, мы посмотрели хронологию событий, как выполнялись задачи, поставленные федеральной и региональной властью. Что из сделанных в прошлом году вы лично считаете наиболее значимым? С какими трудностями столкнулись те отрасли, которые вы курируете, какие успешные проекты смогли реализовать? Удалось ли улучшить жизнь жителей республики? Спасибо, Дмитрий. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить традиционно всех работников агропромышленного комплекса, ветеринарной отрасли, предпринимательства, торговли и туризма. Я бы хотел начать, кроме того, что было в ролике, начать с малого и среднего предпринимательства, национальный проект, который мы ежегодно отрабатываем. Значит, сегодня по данной части хотел бы отметить, что у нас есть один показатель. Это численно занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. И в этом направлении мы достигли таких небывалых успехов. Если у нас по итогам года планировалось 98 300 занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, то по итогам года у нас данное число составило 116 787 единиц, что перевыполнение составило более 16%. Это первый показатель. Второе, хотел бы отметить, что по данному направлению мы обеспечили 38 начинающим фермерам гранты на сумму 127 миллионов рублей. И здесь ими создано 45 рабочих мест. Хотел бы остановиться на комплексном развитии сельских территорий. Вот в ролике она была чуть представлена. Но вот комплексное развитие сельских территорий – это такая программа федеральная, которая Республика Саха-Якотия участвует со дня основания, начала. И мы сегодня занимаем первое место в Российской Федерации по объему финансирования данной программы. Если в 2020 году федеральное финансирование составляло более миллиарда 370 миллионов рублей, то по итогам 2021 года она составила на сумму миллиард 822 миллиона рублей. И вот как было сказано, мы очень много объектов ввели уже. По итогам 2021 года хотел бы остановиться на жилых домах. Всего было 24 жилых дома было введено на общую площадь по 1500 квадратных метров. Обеспечена комплексная застройка в Чуропчинском и Намском районах. Объекты социального назначения – это школы-сады, детские сады, ну и, соответственно, спортивные комплексы и обеспеченный ввод этих объектов здравоохранения. Хотел бы остановиться коротко по арктической территории, что было нами сделано в прошлом году. Во-первых, это же, это в первую очередь, это доставка продовольствия в северный арктический район. Особенно по труднодоступным нашим населенным пунктам. Ну и вот, как было показано, мы обеспечили в два раза увеличение зеленых рейсов в северный арктический район. Но вы видели, наши жители видели, мы не только увеличили, во-первых, объем, но и применили новые методы доставки зеленых рейсов. В том числе даже вот в Аллаиховском районе у нас было доставлено продукты даже парашютами. Но это не от хорошей жизни, потому что в дальнейшем мы должны прорабатывать в населенных пунктах строительство площадок. Но это работа уже в будущем. И, соответственно, хотел бы еще остановиться на том, что в прошлом году начато строительство торгово-логистических центров. И нам обеспечено строительство и ввод в эксплуатацию двух торгово-логистических центров. Это в Абыйском районе поселка Белогоря и в Усть-Куйге, в Усть-Янском районе. И оборот этих торгово-логистических центров, конечно же, уже дает о себе знать. И считаю, что в будущем мы до 2025 года во всех 13 северных арктических районах должны обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию торгово-логистических центров. Хотел бы остановиться на этнологической экспертизе. Но вот в части данного направления Республика Саха-Якутия сегодня является единственным субъектом, который обеспечивает этнологическую экспертизу в рамках оценки воздействия на этнологическую среду. И в прошлом году было проведено 13 таких экспертных работ. И на сумму всего, сумма оцененных ущерба составила где-то порядка чуть более 100 миллионов рублей. Эти суммы получают наши коренные малочисленные народы севера, в основном, которые традиционно занимаются своими работами, которые занимаются оленеводством, рыболовством и так далее. Здесь я бы хотел отметить, что данная работа будет продолжаться и она еще будет усиливаться. Одним из значимых проектов, считаю, это претворение в жизнь проекта «Дети Арктики». Республика Саха-Якутия была инициатором данного проекта. Здесь я бы хотел отметить не только работу правительства Республики Саха-Якутия, но и наших депутатов Государственного собрания, и наших, конечно же, депутатов Государственной думы и Федерального собрания, которые непосредственно помогли. И в этом направлении мы уже, начиная с 2022 года, будут увеличены финансирования по выезду детей из Арктических и Северных районов на отдых и оздоровление. Сумма будет увеличена практически в 6 раз. Также хотел бы, самое главное, остановиться на отрасли сельского хозяйства. Вы все знаете, уважаемые жители, с прошлого года, 2021 года, начата реализация новых механизмов поддержки развития сельского хозяйства. Полномочия переданы муниципальным образованием. Это первый этап был. В основном, как было сказано, это на поголовье лично-подсумных хозяйств, на маточное поголовье по 35 тысяч рублей. Субсидирование молока было увеличено, ставка с 35 рублей до 50 рублей. И вот по итогам прошлого года 9 717 лично-подсумных хозяйств воспользовались субсидиями на маточное поголовье по 35 тысяч рублей. Это очень большая сумма, порядка миллиарда 300 с лишним миллионов рублей. Ну и в итоге, по предварительным итогам, на 1 января 2022 года у нас поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило порядка 178 тысяч голов, в том числе коров 74 с половиной тысячи. И здесь мы наблюдаем увеличение к уровню 2020 года на 30,3%. Хотел бы отметить и увеличение поголовья лошадей. И она составила 182 тысячи, оленей 162 тысячи и свиней 18 с лишним тысяч. И у нас 5828 тысяч рублей голов. Конечно, оказываем господдержку, в том числе и по приобретению сельхозживотных, по строительству коровников, каннибаса, ну и так далее, так далее. Всего в прошлом году было построено порядка 10 коровников. Они были введены в Верхневилюзьском, Намском, Мегиноконгласском, Татисском, ну и в других тоже муниципальных образованиях. По решению главы у нас создан фонд агропромышленного комплекса на базе акционерного общества ФАПК Тоймада. И по данным фондам у нас выдаются займы сельхозтоваропроизводителям на поддержку своих отрастей. И порядка где-то более 275 миллионов рублей выдано нашим сельхозтоваропроизводителям. Хотел бы отдельно становиться на помощь села Бяскюль. Это, естественно, наша трагедия в прошлом году. И вот пострадали и наши сельхозтоваропроизводители из резервного фонда Республики Саха-Якутия. Была поддержана и направлена более 61 миллиона рублей. И мы построили за очень короткое время, полтора месяца, коровник на 100 голов крестьянского фермерского хозяйства Атомай и 9 коровников личным подсобным хозяйством. Далее осуществили поставку живности тем пострадавшим нашим сельчанам, которые потеряли свою живность именно в этих пожарах. Ну, вообще, прошлое лето для нас, для сельчан было очень трудное лето. Пожары, засухи и так далее. Поэтому по кормозаготовке, по итогам летней кормозаготовительной кампании нами было заготовлено всего 84% от плановых объемов. И вот мы вынуждены были, значит, обратиться к нашим соседям, в том числе за Байкальскому краю, Амурской области, Магаданской области, чтобы была осуществлена поставка грубых кормов на территорию Республики Саха-Якутия. Сегодня считаю, что дальняя работа, в принципе, ведется непосредственно Министерством сельского хозяйства и муниципальным образованием и нормально. И мы зимовку скота проходим более-менее устойчиво. Далее, здесь бы хотел отметить еще помощь нашего Федерального Министерства сельского хозяйства, которая оказала нам из резервного фонда правительства Российской Федерации помощь на 129 миллионов рублей на приобретение кормов нашим организованным хозяйством, которое занимается сельским хозяйством. Ну и не забываем здесь, конечно, отрасль нашу, одну из таких основных отраслей, это ветеринарная отрасль. В прошлом году был сделан такой огромный шаг в части разработки стратегии развития ветеринарной отрасли до 2030 года. Данную стратегию совместно с Департаментом ветеринарии отработал Центр стратегических исследований при главе Республики Саха-Якутия, которая была рассмотрена на стратегическом совете, сегодня проходит согласование и надеемся, что в ближайшее время будет она утверждена, и мы, значит, будем дальше работать по данному направлению. Эпизодическая ситуация в Республике сегодня остается стабильной. Здесь бы хотел отметить, остановиться на том, что система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» позволяет отслеживать продукты питания от всей цепи производства до конечного потребителя. Вот хотел бы остановиться на одном примере. У нас в прошлом году из центральных регионов Российской Федерации была поставлена зараженная мясо африканской чумой свиньи, где-то объемом порядка чуть более двух тонн, которая была отслежена, здесь задержана, и она практически была уничтожена. Поэтому вот система «Меркурий» она сегодня дает нам обеспечивать безопасность наших жителей. Одним из проблемных вопросов, который сегодня она стоит особняком, это федеральный закон 498 в части обращения с беднодорными животными. Но эта проблема, она остается сегодня до сих пор. Федеральный закон, если прямо говоря, закон еще требует доработки, поэтому те проблемы, которые были и у нас в городе Якутске, и на других субъектах Российской Федерации, она остается сегодня актуальной. Здесь бы хотел бы отметить, что проблема отсутствия приютов в наших муниципальных образованиях, она сегодня остается, но при всем при этом департаментом ветеринарии подписывается соглашение со всеми муниципальными образованиями и направляется субвенции на осуществление мероприятий по отлову и так далее, согласно закону. Сегодня, в прошлом году сумма была обеспечена порядка 60 миллионов. Ну и хотел бы еще остановиться на малом и среднем предпринимательстве. Вот правительством продолжена работа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Эта отрасль у нас в связи с пандемией очень сильно пострадала. Здесь мы это прекрасно понимаем. Но при этом хотел бы отметить, что эффективность принимаемых решений может свидетельствовать увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Я отметил, что их сегодня чуть более 117 тысяч единиц. И у нас количество субъектов МСП составило всего 40,5 тысяч единиц по сравнению с прошлым годом увеличение на 6%. И у нас в этом направлении произошло увеличение прирост субъектов МСП. Например, хотел бы остановиться на сфере торговли. Это 10,085 единиц, 10% увеличение строительной отрасли 372 единиц. Это 7,2% увеличение. И сельское хозяйство 283 единиц, увеличение на 8,5% увеличение. Ну и, соответственно, хотел бы остановиться очень коротко по всей развитии туризма. Мы в прошлом году подписали соглашение с акционерным общественным корпорацией Туризм РФ и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И вот, значит, будем работать по планированию туристических маршрутов на территории Республики Саха-Якутия. И, значит, в прошлом году получили у нас 16 субъектов малого предпринимательства. Получили поддержку от Министерства предпринимательства на реализацию своих проектов по развитию внутреннего туризма. Ну и в конце хотел бы остановиться, что мои коллеги, руководители органов исполнительной власти, в своих выступлениях, конечно же, еще дополняют меня. У меня коротко все. Спасибо. Спасибо. И хотелось передать слово руководителям органов власти, которые входят в блок развития территории. Александр Павлович, в сельском хозяйстве прошедший год стал, можно сказать, знаковым. По стратегическому указу главы Республики Саи Николаева начата реализация новых механизмов господдержки личных подсобных хозяйств. Увеличены ставки субсидий молока с 35 до 50 рублей за литр. Личное подсобное хозяйство получили небывалую поддержку. Все эти меры дают ли результат? Доброе утро, уважаемые телезрители. У вас Влад Телезрикор Ачиллер. Спасибо за вопрос. Да, как отметил заместитель председателя правительства Михаил Викторович, необходимо отметить, что это был лишь первый год реализации новых механизмов. Ну, как бы, первый этап. По поддержке Маточного Павловича данной поддержки, как было сейчас озвучено, воспользовались 9 717 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Им выделено более 1 миллиарда 245 миллионов рублей, что является существенной прибавкой доходов селян. Это первый момент. И второй момент, также, вот как показывает оценка на 1 января 2022 года, поголовье коров увеличилось на 2400 голов, это на 3,3% по сравнению с началом 2021 года, это больше. В том числе, поголовье коров населения на 6% увеличилось. Отмечу, что за данными личными подсобными хозяйствами была сохранена возможность сдавать излишки молока. Этими механизмами тоже воспользовались наши личные подсобные хозяйства. Вот, тем самым они тоже получили дополнительный доход. По увеличению ставки субсидий на молоко всего по всей республике заготовлено, надоено 158 тысяч тонн, 60 тысяч тонн, это тысяч тонн молока заготовлено, в том числе 57 тысяч тонн. За счет, ну, с помощью господдержки на эти сели тоже выделено в порядке 2 миллиарда 845 миллионов рублей. Вот эти моменты тоже отразились на выполнении наших параметров. Мы заготовку молока перевыполнили на 5%. То, что касается второго этапа, тоже сейчас было озвучено, вот, по поручению главы Айсины Сергеевича тоже, мы с этого года начали второй этап реализации нового механизма, это на заготовке селхозпродукции. Мы должны заготовить в этом году более 5000 тонн зерна, более 2800 тонн, это овощей открытого грунта и порядка 7000 тонн картофеля и где-то 900 тонн мяса крупного рогата, скота и лошадей. На эти сели тоже предусмотрены в этом году более 214 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены для выполнения госполномочий нашим местным самоуправлением. Вот такие работы ведутся и вот такие промежуточные у нас итоги. Спасибо, Александр Павлович. И следующий вопрос я адресую Владимиру Николаевичу Черноградскому, министру по развитию Арктики и делам народов Севера. В прошлом году по инициативе главы республики Айси Николаева была разработана и утверждена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2035 года. Одним из первых ощутимых шагов стало создание торгово-логистических центров поселка Белая гора Абыйского района и Усть-Куйга Усть-Янского района. Владимир Николаевич, главной целью стратегии является улучшение качества жизни северян. Что удалось достичь в этом направлении в прошлом году? Доброе утро, уважаемые телезрители. Да, в прошлом году, особенностью прошлого года являлось это начало реализации ранее принятых стратегий развития арктической зоны России, принятые президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и стратегии развития арктической зоны нашей республики, принятые указом главы нашей республики. В компании «Росатом» в прошлом году выбрано место и проведено общественное слушание. Это поселок Усть-Куйга Усть-Янского района проведено. Там будет стоять атомная станция малой мощности РИТМ-200Н мощностью 55 мегаватт, которая даст мощный толчок развитию янской группы улусов. Уже начато в прошлом году строительство дороги продленного действия «Тополина» и «Барылаз». Это тоже инфраструктурные проекты, которые дадут толчок развитию именно Верхоянского и Усть-Янских районов. В прошлом году нам удалось построить два торгово-логистических центра. Это поселок Белая гора и поселок Усть-Куйга Усть-Янского района. Нам это позволило оптимизировать логистику, увеличить завоз овощной продукции. И этот проект получил федеральную поддержку. Мы по плану должны до 2025 года во всех арктических районах построить такие торгово-логистические центры. На эти цели выделено с федерального бюджета около миллиарда рублей. В начале нулевых годов именно научным трудом Василия Афанасьевича Робика и Института по проблемам коренных малочисленных народов было принято, впервые у нас в России была принята концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов того времени. И нам в прошлом году правительством принята новая концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера. Спасибо. Следующий вопрос в адрес исполняющей обязанности министра предпринимательства торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Максим Геннадьевич, несмотря на пандемию и ее последствия, у нас наблюдается рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 тысячи человек, что составило порядка 6%. Какие меры поддержки привели к такому положительному результату? Доброе утро, уважаемые телезрители. Спасибо за вопрос. Действительно, пандемия очень сильно ударила по сфере малого и среднего предпринимательства, и поэтому были разработаны достаточно широкие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь очень хорошо сплотилась бизнес и власть с привлечением бизнес-объединений всех общественных объединений нашей Республики, уполномоченного по защите прав предпринимателей, и был разработан достаточно широкий комплекс мер, направленный на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Это меры не только прямой финансовой поддержки, это меры и налогового администрирования, финансовой поддержки, имущественной поддержки, информационно-консультационных услуг и снижения административных барьеров, ну и также другие виды поддержки. Реализация всех этих мер позволила сохранить порядка полутора тысяч рабочих мест, ну и, безусловно, привела к открытию новых, появлению новых предпринимателей. Бизнес активно пошел в те ниши, которые были свободны, и пандемия их к этому подтолкнула. Активно у нас реализуется проект самозанятых граждан. За период чуть более года создано около 17 тысяч самозанятых граждан. Только в рамках прямой финансовой поддержки из средств республиканского бюджета было выделено 68 миллионов рублей на грантовую поддержку, а также субсидии. И из средств федерального бюджета в рамках национального проекта 26 миллионов рублей на выплату грантов предпринимателям, занятых в социальной сфере. Одним из важных направлений, особенно в рамках пандемии, является информационно-консультационные услуги. Здесь особую роль мы отводим центру «Мой бизнес». В прошлом году мы продолжили открытие центров оказания услуг. На сегодняшний момент у нас центры оказания услуг открыты в 19 муниципальных образованиях, в том числе в 4 муниципальных образованиях в 2021 году. Услугами центра «Мой бизнес» воспользуюсь свыше 33 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведено около 2000 образовательных мероприятий, услугами которых воспользовались около 5000 человек. Финансовая поддержка – это также востребованный механизм в рамках пандемии. Услугами фонда развития малого предпринимательства воспользовалось достаточно большое количество предпринимателей. Мы активно разрабатывали новые кредитные продукты, активно сотрудничали с банками и кредитными кооперативами, для того, чтобы бизнесу были доступны более дешевые денежные средства. Хотелось бы отметить и работу портала малого и среднего предпринимательства. Наш портал по итогам 2021 года признан один из лучших порталов по информированию бизнеса в Российской Федерации. Меры налогового администрирования, которые были направлены на предпринимателей, безусловно, позволили подтолкнуть бизнес к тому, что он не был в стагнации, а продолжал развиваться, занимая все новые и новые ниши. Ну и тот задел, который у нас сделан, дает нам достаточный оптимизм на будущее. Уже к концу года мы также прогнозируем увеличение количества занятых в секторе малого и среднего предпринимательства. Пандемия дала очень хороший толчок для развития туризма. У нас, несмотря на закрытые границы, объем туристического потока в нашей республике, он практически сохранен на уровне до пандемии. Спасибо, Максим Геннадьевич. Спасибо за детальный, четкий ответ. И следующее обращение у нас в адрес руководителя Департамента ветеринарии Республики Петра Лукича-Петрова. Основные итоги работы Департамента ветеринарии. Как удалось обеспечить стабильность эпид-обстановки? Добрый день, уважаемые жители нашей республики. Прежде всего, я хотел бы отметить эпизодическую обстановку нашей республики. В течение 2021 года у нас эпизодическая обстановка по республике стабильная. Транграничных опасных заболеваний у нас не зарегистрировано. И, пользуясь моментом, я хотел бы передать слова благодарности нашим ветеринарным специалистам, которые днем и ночью работают во благо эпизодическом благополучии нашей республики. Также хотелось бы отметить, что в 2021 году мы ликвидировали карантин ограничения заболеваний. Это в 46 неблагополучных пунктах. Там болезни были брюсселез домашних северных оленей, лептоспироз лошадей, лептоспироз крупной рогатой скота, сармонезный аборт кобыл, ну и чума плотоядная. Между тем, хотел бы, в 2021 год у нас был прорывным, то есть мы разработали стратегию развития ветеринарной службы до 2030 года, которую в этом подметил заместитель руководителя правительства республики Сахаягута Мерховикторович. И также мы исполнили три персональных поручения Осень Сергеевича, нашей главы нашей республики. Это, во-первых, мы ввели эксплуатацию склад для хранения лекарственных средств и препаратов ветеринарного применения. Также мы ввели в строй, построили дополнительный корпус виварий для лабораторных животных, где мы проводим лабораторные исследования, биологические пробы ставим для определения дифференциации инфекционных заболеваний. И третье у нас поручение было, это мы создали два социальных ролика, где мы показывали в прямом эфире НВК Саха и транслировали в центральных кинотеатрах нашего Якутска. Ну и тем самым мы перебываем, чтобы наши владельцы животных заранее в сознании уже должны знать правила обращения с животными. Задача 2022 года у нас стоит реализация стратегии Государственной ветеринарной службы до 2030 года. И до 1 июля текущего года мы должны разработать и утвердить отдельную государственную программу, которая будет работать на 2023, 2025 и плановый 2027 год. Главной задачей данной программы является увеличение заработной платы ветеринарных специалистов и укрепление материально-технической базы. Это имеется в виду приобретение автотранспорта, проведение реконструкции и постройка ветеринарных лечебниц и участков. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. И сегодня у нас через наш колл-центр поступает множество вопросов. Наш корреспондент даст предварительную оценку тех вопросов, тех проблем, которые интересуют якутян. Любовь? Работа в колл-центре кипит. По оценке работы информация будет дана в конце эфира. Вопросы и предложения продолжают поступать по всем отраслям. Как и ожидалось, одним из актуальных стал вопрос о бродячих собаках. Мы знаем, что в этом направлении была проведена работа согласно действующему закону. Зрители и телезрители, радиослушатели волнуют вопрос, а что дальше? Примите, пожалуйста, первый вопрос. Дмитрий? Студия готова принять первый звонок наших зрителей. И самое главное, зрители готовы получить полный ответ. Говорите, вы в эфире. ДДРАВАЛАРЫХ, МИН ТИЙДИМ ДАР. ДДРАВАЛАРУХ, МИН ИПРОСКОЙЙЙЙМИН МИНХАТТА, ГОНРАСКИЙМИН ДАР. В jАп năm 408 мегройону СЮБЕХКОРПУСКА БЕРЕ ГУДДЕР ОЛУРУХН. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Домашних животных Поэтому здесь парламент наш будет рассматривать Надеемся в ближайшее время И в кодек административных правонарушений Тоже будут внесены изменения В части увеличения штрафных санкций Именно вот тех нерадивых хозяев Которые будут нарушать законодательство Спасибо Спасибо Мы готовы в следующий звонок Принять нашу студию Говорите вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте Вы в отчете сказали Что предпринимателей стало больше Сколько налогов платят Малый и средний бизнес Бюджету республики Я думаю Максим Геннадьевич здесь ответит Пожалуйста Здравствуйте За вопрос Действительно малый и средний бизнес развивается И согласно данным федеральной налоговой службы В консолидированный бюджет Нашей республики В год Только от предпринимателей По специальным налоговым режимам Оплачивается порядка 6 миллиардов рублей Налоговых отчисленников 6 миллиардов рублей Спасибо Спасибо Максим Геннадьевич Мы Дальше готовы принимать наши звонки В прямого эфира 320111 Наш колл-центр Принимает звонки от граждан Населения республики Следующий вопрос Говорите Алло Да Алло Здравствуйте Вы в эфире говорите Алло Здравствуйте 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 В этом случае хочу выразить благодарность Руководству республики Государственного собрания Илтумен Министерства Паразюри Арктики Делам народов севера Министерства образования и науки За масштабную работу Вытверждение программы Дети Арктики На федеральном уровне Спасибо Спасибо Ну надеюсь Здесь Владимир Николаевич Министр Арктики Ответит Владимир Николаевич Спасибо за вопрос Колмана Александровна Ну Как вы знаете В прошлом году На федеральном уровне Была поддержана Программа Дети Арктики Она была Поддержана Поддержана И Выделено В этом году Финансовые средства В республике Будет выделено Поддержан Дети Арктики 28 миллионов рублей Это На оздоровление На оздоровление И выезд Детей И Поддержка Талантливых детей Надеюсь Что мы в этом году Ну это Году С министерством образования Этот вопрос Проработаем И Надеюсь Что В последующие годы Конечно Дети Арктики Должны Выезжать И оздоравливаться Спасибо Спасибо Еще раз Напоминаю Мы работаем В прямом эфире И жители Все республики В том числе Арктических районов Как наш Предыдущий вопрос Готовы Задавать свои вопросы Могут задавать свои вопросы И получить Исчерпывающие ответы От руководителей Исполнительных органов Государственной власти Входящих в блок Развития территории Которым руководит Зампред правительства Михаил Никифоров Следующий вопрос Говорите В эфире Здравствуйте Здрава 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 Да, и просто ремарочку еще раз, пожелания наших телезрителей и радиослушателей. Жители Мегина-Кангалатского улуса интересуют мероприятие по комплексному развитию сельских территорий. Михаил Викторович, давайте. Ну, я надеюсь, что более подробно здесь ответит министр сельского хозяйства Александр Павлович Атласов. Александр Павлович. Так, Мақтал, бақпурус еген. Ту бұ комплексный программа, комплексный развития сельских территорий день программа, екі түгінчі хүлбе қылтың атылылығыр, бігер республика ғытығыр. Ол өтер дойдығырдің онлық федеральный программа ұлығын тұрар. Басты күгіл, екі түгінчі хүлбе құлға, түгі деді, 2 миллиард күрдің сұмылақ үлі баран тұрар. Оны түн бұлрын, бұ аңадас федеральный бюджеттен 1 миллиард 900 миллион. Оны түгінен бұ віні бюджеттің түтттен, олық тұлақ жақтығырдар бәлің үттілердің ұғанныр, түгінен бұл жақтың түгінен үттілердің, қандайырған құлға, тұрық қаңғыз иң бұлға айының үттілердің үттілердің sawru жақты құлға. Ваң а Gentleman DN mak store le is your garden to, түшкіздің ға Koskoқ жақтыңыз күрین здің бәрін, Он был привлечен на очередной администрации, с одной стороны называется на Украине Гондарев. Продолжение следует... 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 Это для выполнения государственных полномочий, по переданным полномочиям. Эти деньги будут направляться на табунное коневодство, на заготовку молока, на поголовье крупного рогата скота. Также для развития северных традиционных отраслей, это именно по оленеводству. Если взять по мероприятиям, допустим, по табунному коневодству, мы увеличили в этом году субсидии на голову два раза. Это, как вы все знаете, на одну голову мы предусматривали полторы тысячи рублей, с этого года мы подняли до трех тысяч рублей. Это первый момент. Второй момент, по оленеводству, тоже по зависимости по группам зонда, тоже на поголовье оленей мы где-то в среднем по 800 рублей тоже увеличили. Это в порядке 6 тысяч рублей, в зависимости от группы зонда. Далее, я уже озвучил, по переданным полномочиям на заготовку сухозпродукции, 214 миллионов рублей будут направляться тоже по субвенциям. Кроме того, в порядке 500 миллионов рублей эти деньги будут направляться на обновление материально-технической базы пищевого комплекса, птицефабрик, далее строительство канебаз, сайлыков. И один из таких направлений, это строительство жевкомплексов, предусмотрено в порядке 180 миллионов рублей. Так, и кроме того, тоже было сейчас, во время выступления Михаила Викторовича тоже было озвучено, это в порядке миллиард 100 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены в фонд развития АПК. Это для выдачи своемных средств нашим сельхозпроизводителям на сезонные работы, на весенние полевые работы, на заготовки сельхозпродукции, на строительство крупных сельхозобъектов и также на обновление материально-технической базы. Вот такие направления в этом году предусмотрены по нашей линии, по программе развития сельского хозяйства. Мы этот год впервые с такой суммой начинаем этот финансовый год. Успехов вам в текущем году и следующий вопрос с нашего колл-центра мы готовы принять в студию. Говорите вы в эфире. Алло? Здраво, Лару. Здраво, Лару. Мария Хлебцова, Якутическая городка. Махтал. Махтал. И немножко, не то что перевод, ремарочка, да? Насколько оправданы меры по развитию торгово-логических центров в арктических улусах? Это интересуется жительница Якутска. Махтал. 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 В этом виде будет продолжена государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Якутии. Махтал. 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 занимаются исконными породами, местными породами крупного рогатого скота? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...